Уважаемые дамы и господа, я приветствую всех, меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно, поговорим с вами о том, что происходит на финансовых рынках, поговорим о том, что происходит с российским рублем, немножко я, так сказать, коснусь рынка нефти, ну и о драгметаллах тоже. Ну и также обсудим общую ситуацию, какая сейчас ситуация складывается на рынках в целом с фундаментальной точки зрения. Большая просьба поставить плюсы в чате, если все хорошо со звуком и с видео, если меня хорошо видно, хорошо слышно. Вот, и я тогда начну. Сегодня мы перенастраивали оборудование, поэтому мне нужно понять, вы меня хорошо слышите или не очень. Слышно, видно, все в порядке? Ага, плюсы есть, спасибо. Ладно, ну что ж, если все хорошо со звуком и с видео, тогда я начинаю. Сегодняшний день, это последний день недели, это последний предрождественский день, 25 числа, как вы знаете, католическое Рождество. И сейчас уже многие начинают, как я уже говорил до этого, закрывать свои позиции, либо, по крайней мере, не открывать новых. То есть, ну, просто отходит от торговли, учитывая, что, ну, вся Европа, практически Америка уходит на праздники. Вот, дальше за Рождеством следует Новый год, и, в общем-то, достаточно небольшое количество людей участвует в этом процессе. Поэтому рынок считается достаточно тонкий, ликвидность низкая, и из-за этого может быть либо просто застревание цены, либо на этом фоне, на фоне застревания могут быть резкие такие вот скачки ценовые, которые как раз говорят о том, что на фоне низкой ликвидности даже небольшими суммами рынок можно куда-нибудь качнуть. Но, как правило, эти качания, они происходят достаточно, ну, скажем, это они не несут стратегически никакой ценности, но стоп-лоссы, допустим, выбить могут, потому что именно туда рынка, как правило, качается в обратную сторону стратегических движений. Такое бывает нередко. Именно по этой причине многие трейдеры предпочитают уже после 23-го, 4-го числа уже не торговать, и просто уже возвращаются к торговле числа после 4-го января. Ну, мы с вами говорили о том, что, в общем-то, вы можете выбрать свою позицию по этому поводу, но именно поэтому, потому что можно свою позицию выбрать, вы как раз меня и слушаете, и смотрите. Я все-таки расскажу и буду каждый день рассказывать о том, что же происходит на рынках и можно ли зацепить какую-то интересную торговую ситуацию. Вот. Благодарю вас за ваши плюсы. Сейчас, в общем-то, с фундаментальной точки зрения, все основные события, которые могли произойти в этом году, по крайней мере, они произошли. Ничего нового, да, нового года такого, я думаю, не произойдет, то есть в остатке этого года. И, ну, как бы, если подводя итоги, что можно сказать, Дональд Трамп выбран президентом, его новая линия, скажем, политическая, экономическая, она уже, по сути дела, учтена рынком, то есть мы увидели достаточно серьезное укрепление американского доллара на этом фоне, Федрезерв озвучил свою позицию на будущий год о том, что повышение процентных ставок продолжится, оно будет не очень интенсивным, но тем не менее оно будет, что, в свою очередь, будет тоже приводить к укреплению американского доллара в целом по всему фронту. Ну, а локально, мы уже об этом говорили, может, сейчас как раз такая ситуация сложилась, может сейчас укрепление доллара еще продолжится некоторое время, а может наступить, скажем, продолжение отскока, потому что в последние дни все-таки какой-то отскок, по крайней мере, в евро-долларе мы видим в плане обратного движения против американского доллара, но, в общем, сейчас как раз пытается сформироваться какая-то зона консолидации, то ли просто рождественская, после которой продолжится либо коррекция, либо продолжится нисходящее движение в паре евро-доллар. Ну, сейчас я вам все покажу поподробнее. Поэтому сейчас как раз такой переходный момент, многие уровни достигнуты важные, и куда оттуда цена двинется, вот как раз покажут в ближайшие дни, а может быть, в самое начало года. Переключаюсь на рабочий стол, покажу в паре евро-фунт, ну, в общем-то, все согласно моим вчерашним прогнозам произошло, вот в паре евро-фунт была зона консолидации с отчетливыми такими границами, был выход за эту зону консолидации, пробитие линии сопротивления 4-х часовой, и, видите, цена ушла четко, совершенно четко, видите, вот я специально показываю, что эти зоны они равные, вот, и ушла к верхней границе, полностью выполнив цель. Поскольку цель выполнена, в принципе, эти могу я зоны убирать, то есть они уже отработались. Оп, что это у меня произошло? Немножко не то. Ну, по большому счету, да это тоже можно убирать, уже тут ничего такого нет. Так, это тоже можно убирать. Вот, линию поддержки я пока оставлю, потому что цена еще может пойти вниз. Ну, а в общем и целом я хотел показать, что здесь есть вот такая штука, есть, смотрите, против вот этого всего движения нисходящего, вот есть волна, есть по отношению к нему коррекция, консолидация после коррекции, и движения в сторону первого вот этого импульсного уровня. И вот как раз импульсного уровня 0.8570, цена пока еще не достигла, но в общем-то, в общем и целом, вполне это возможно в ближайшее какое-то время. То есть достижение этой точки, а может быть даже и выход за нее. Если произойдет выход, то укрепление евро против британского фунта продолжится. По большому счету я говорил о том, что все вот это движение было компенсацией, предыдущего слишком агрессивного укрепления евро против британского фунта, но в принципе не столько укрепление евро, сколько очень агрессивная распродажа британского фунта была. И вот это все движение нисходящее, оно было просто компенсацией того перекоса, который до этого был. Ну и сейчас мы видим, что вот это движение евро против фунта вверх во многом обусловлено коррекцией евро к американскому доллару, с одной стороны, но и с другой стороны, в целом все равно давление на фунт, оно сохраняется, и постепенный рост евро против фунта, я думаю, что он продолжится. Но сейчас пока вот мы увидели, что отработала одна зона, ближайшая цель может быть вот при пробитии, опять же, максимума текущего. вот это 15-ти минутки так сделаю, я показываю, что здесь сейчас, так, 15-ти минутка, так, ах ты батюшки, да у меня, вот у меня чего, у меня проблема, у нас в Нижнем Новгороде проблема с подключением периодически происходит к серверам, и вот, видите, терминал, у меня, оказывается, нет связи с терминалом, и поэтому я думаю, что же у меня не прогружается никак график-то. В общем, короче говоря, все, что успелось прогрузиться, вот он прогрузился, я думаю, что следующим уровнем будет при пробитии текущего максимума, вот, 0.8530, следующая цель 0.8571, то есть, вот сюда цена может уйти при продолжении укрепления на евро против британского фунта. Евро-доллар. Ситуация следующая, тоже ничего у меня тут, к сожалению, не прогрузилось, прям вот беда какая-то, ну, посмотрите, что происходит. Вчера был такой выброс, полностью отработал, отработал мой прогноз по достижению уровня 1.0480, вот этой вот точке, даже больше того, 1.05 был достигнут уровень, и после этого произошла достаточно резкая коррекция. Что сейчас можно здесь сказать? Сейчас, вот у меня 15 минут тоже было прогружено, поэтому осталось. Что сейчас можно сказать? У нас есть линия поддержки, пробитие которой вниз может привести к продолжению укрепления американского доллара, потому что по большому счету, смотрите, вот это движение вверх, дивергенция, вялая, конечно, но дивергенция по ходу этого движения, и в основном даже пробитие не столько линий, сколько пробитие уровня, в основном, 1.0430, приведет к такому, ну, как бы, уверенному ходу цены вниз. Потому что вот это вот движение может как раз и привести к таким вот вещам. здесь сейчас можно на четырехчасовом формате что увидеть? Очень может быть, что сформируется вот такой вот треугольник. Может быть. Я не знаю, конечно, может да, может нет, но вот, по крайней мере, первая точка, вторая точка, третья точка, повторяющий уровень, возникнет какая-то, допустим, четвертая точка, и потом может быть движение вот такое вот, и формирование вот такого вот треугольника. Ну, это я просто чисто теоретизирую сейчас, конечно, может быть, что цена уйдет вниз. То есть продолжение ухода вниз, и вот, так сказать, продолжение падения. С другой стороны, можно еще другую тут формацию сделать. Вот смотрите, если вот за эту точку цена тоже, как видите, не ушла. Вот, раз, два, три, четыре, если будет движение вниз, и пробитие уровня 1.03.70, ну, даже 1.03.67, вот вниз, тогда можно считать, что вот здесь возникла вот такая зона консолидации, может даже сказать перевернутый флаг, горизонтальный, вот первая древка, флаг, вторая древка, тоже флаг, и цена может уйти значительно вниз, вот куда-то вот, аж сюда, к уровню 1.01, где-то 50, 1.01.70. Вот, ну, такая ситуация тоже вполне возможна, если сейчас, то есть, вот два варианта развития событий, цена уходит вниз, и потом идет вверх, с пробитием вот этого уровня, 1.04.80, либо цена уходит вниз, и пробивает уровень 1.03.67, вот тогда, либо вверх, либо вниз, вот, пока здесь, сейчас сказать, пока нечего, особенно, из часового формата, максимум, что я могу сказать, можно при пробитии линии поддержки, поторговать на продажу данной пары, но тут тоже, опять же, не очень далеко, я думаю, может быть, до уровня 1.04, вот максимум, докуда здесь пока можно рассчитывать, на движение вниз, если оно будет с пробитием вот этой вот линии, больше пока я тут не вижу, каких-то особых возможностей к подвигу, ну, вот, такое развитие событий вполне возможно, индекс доллара застрял, тут пока сказать по нему ничего нечего, и, собственно говоря, тут такая же примерная история, то есть, тоже зона консолидации сформировалась, вот, что мы здесь увидим, это нужно будет смотреть, опять же, в развитии событий, пока вот такая зона, то есть, тоже может быть движение вверх, и тоже вот горизонтальный флаг, здесь может включиться, в конечном итоге, и опять американский доллар будет достаточно сильно укрепляться, доллар-франк, видите, застрял в зоне консолидации, вот так вот, обозначил еще одну зону консолидации, то есть, более мелкую, по сути дела, о, включилась связь, неужели, вот, еще одну зону консолидации, и вот сейчас надо смотреть, куда из этой зоны консолидации выйдет, вниз, значит, пойдет вниз, вверх, значит, пойдет к верхней границе вот этой зоны, и вот мы с вами увидим, что вот у нас вот эта зона консолидации, сначала сюда, потом при пробитии этой зоны, вот все пойдет вверх, так что пока, вот видите, он совсем застрял, и тут вообще говорить пока не о чем, британский фонд полностью оправдал мои прогнозы, я вчера говорил о том, что вот этот канал, потом канал обратного направления, пробитие этого канала обратного направления, и вот видите, все-таки он упал полностью, отработал, и этот канал, и этот, причем, смотрите, вот эту вот зону я обозначал, то есть сначала первую зону, вот эту я обозначал, вот видите, до нее цена дошла, попрыгла она и провалилась, и провалилась точно к второй зоне, вот пересечения вот этих линий, вот видите, вот пересечения, и цена раз, и прямо сюда пришла, вот видите, насколько четко это все работает, поэтому вот эта канальная технология, она хорошо себя очень показывает, и вы тоже можете к этому прийти, если проучаствуйте в мастер-классе, следующий мастер-класс по графическим методам анализа будет в январе, вот я проводил два дня, позавчера и вчера, мастер-класс для тех, кто на него записался, ну а для тех, кто на нем еще не был, я могу сказать, что вы можете на этом мастер-классе побывать, уже в январе, но предварительно надо зарегистрироваться, это делается из расписания, там очень простые условия участия, поэтому вы можете это сделать, что теперь мы видим здесь на британском фунте, ну во-первых, цели выполнены, а это всегда может быть таким шагом к возможному откату, уж может быть не к развороту, но хотя бы к откату, тем более если учесть, что достаточно сильно британский фунт сходил вниз уже, если опять же предположить, что немножко ведь не доработала здесь, как будто эта цель, чуть-чуть совсем не доработала, что для меня всегда является более таким подозрительным, и может еще восходящее движение продолжиться, ну и следующий момент, то, что видно здесь, видите, двойная дивергенция возникла по ходу движения цены, и видно, что вот это сильное движение, там тормозится, тормозится, в общем-то оно начинает тормозиться, кроме всего прочего, ведь образовался уже такой нисходящий, как вы видите, клин по ходу движения, а такие клини, они как правило, приводят к разворотным движениям, по крайней мере, к коррекционным разворотам таким, и сейчас видно на части, очень хорошо видно, что пытается цена выйти как раз, вот видите, тут дивергенция тоже видна, пытается цена выйти за этот максимум, если это произойдет, нужно будет смотреть уже на первую импульсную волну, какой это будет импульс, потом будет поташен к нему коррекция, и потом выход за этот импульсный уровень даст хорошую точку для входа. Опять же, если такое будет, я просто рисую вероятную конфигурацию, которую можно брать в работу. Так, двигаемся дальше. Доллар иена. До этого я рисовал треугольник, но, видите, цена ушла все-таки вниз, не ушла вверх, но тут треугольник, я говорил, что он, если и будет, то он будет очень малонадежным, потому что здесь, видите, сильный уровень сопротивления, здесь уже после какого-то невероятного совершенно скачка вверх, что-то типа флага образовалось, вот этого с треугольным полотнищем, но это все какое-то очень и очень ненастоящее. Видите, сейчас фактически цена ушла в очень такой вот, очень узкий такой диапазон, и по сути сейчас, не знаю, говорить пока здесь особо в плане торговли не о чем. Поэтому я пока доллар и иену оставлю, здесь она ушла в такой вот диапазон, и вот здесь в большей степени будет иметь значение пробитие уровня 116.50 вниз для того, чтобы прийти сюда к 114.80. Только вот так здесь что-то можно сказать. Ну, а в общем и целом, говорить, например, о какой-то, например, зоне консолидации здесь, ну, теоретически, конечно, можно, теоретически можно. Она не совсем, конечно, там такая, вот как я нарисовал, ну, вот, скажем, такие, хотя бы какие-то рубежи отметил. Ну, и можно говорить о том, что, в принципе, при пробитии, ну, вот, может включиться, по крайней мере, здесь хоть какая-то продажа. Хотя я утверждаю, что до сих пор эта пара в плане торговли, она ненадежная. Сейчас, пока. То есть ситуация здесь не самая надежная, складывается, и поэтому как-то я бы пока ее в покое оставил. евро и иену, тем более, потому что здесь вообще ничего не происходит. Вот. Вот австралийский доллар отработал один треугольник, ушел сейчас, смотрите, в консолидацию. Масса дивергенций, что говорит о том, что может наступить какой-то откат. Но, смотрите, вот на 15-минутном формате, ну, даже на 30-минутном формате здесь можно взять, смотрите, здесь есть уровень поддержки, и здесь есть линии сопротивления. Это не путайте с треугольником, потому что здесь нет треугольника. Здесь точки формировались немножко не так, как нужно. Ну, в общем и целом, здесь есть, конечно, вот уровень поддержки и линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления вверх, вот, скорее всего, будет откат. Все-таки вот тот откат, который, в общем-то, достаточно давно здесь назревает. Видно, что уже движение начинает затухать. Вот. И так далее. Если же все-таки будет пробитие уровня поддержки, вот это 0.7196 вниз, тогда, скорее всего, цена, тут больше деваться и некуда, пойдет вот сюда, вот, к уровню поддержки 0.71400. 0.71400, 0.7150. Вот сюда, вот, к этим низинкам. Тут осталось совершенно немножко до них дотянуться. Буквально там 40-50 пунктов. Ну, вот, вполне может цена сюда сходить и уже здесь, возможно, найдет опору. Потому что, в принципе, движение видно, что ослабевает, но пока еще отчетливых сигналов на разворот пока нет. Ну, вот, либо сразу же она пробивается вверх, либо еще немножко проваливается и уже потом от 0.71, сколько там, 40, вот уже отталкивается, идет вверх. То есть, в любом случае, я говорю, попахивает уже разворотом. Я еще на днях об этом говорил. Но, видите, пока вот австралийский доллар, он снижается. Но вот уже, видите, тоже в консолидацию зашел. И, может быть, вот эта консолидация все-таки и приведет к, либо к небольшому продолжению с обратным выходом, либо уже сразу же, видите, пробьется здесь линия сопротивления и сразу же пробьется линия аллигатора. И тут надо уже опять же будет искать первый какой-то импульсный уровень, перестроение, пробитие импульсного уровня с выходом вверх. То есть, тоже просто нацеливаю вас на то, что смотреть. Новозеландский доллар. Ну вот, мы видели сильное падение. Начало отработки фигуры голова-плечи недельного формата. Вот смотрите, в часовом формате вообще он просто умер. Посмотрите, что происходит. Диапазон сужался-сужался и сейчас в нитку сузился. Вообще торговли нет по новозеландскому доллару. Ну, что здесь можно сказать? Уже празднует, видимо, Рождество. Уже там все, уже ничего никому не надо. Я все-таки думал, что вот первая импульсная волна, коррекция, дальше выход из нее. Вот ведь, возможно, так оно и будет. Отсюда только. Я не исключаю такое возможности. Но пока вы видите, он совсем умер. Тут вообще ничего не происходит. Поэтому, ну, какой здесь может быть прогноз? Ну, разве только что. Вот может быть бросок вверх. Больше пока я ничего здесь не вижу. Потому что вот в австралийском тут может быть движение вверх. Вот если по австралийцу судить, ну, как бы новозеландец просто за ним пойдет. Канадский доллар. Также, смотрите, умер. Ничего с ним не происходит. То есть просто 15-минутный формат. Вообще все застряло. Вообще все застряло. Но в общем и целом, вероятность восходящего движения здесь также остается. И хотя вот этот канал, по идее, вот в таком виде, в виде двойного канала, он тут не самый правильный. Потому что он возник не в начале движения. Но тем не менее, как говорится, нельзя исключать того, что цена может идти сюда. Но вот пока вот, видите, он совсем застрял. Говорить о чем-то тут вообще рано. Только при пробитии вершинки уровня 1.3520 вот можно будет рассчитывать на движение вверх, там, пунктов на, например, 30-40. А если пробивается все вниз, сейчас, вот как бы, аллигатор пробивается, опять же, надо искать первый импульсный уровень, да, откат от него. и вот как бы при пробитии можно будет искать хоть какой-то здесь вход. Так. Вот пока вот такая здесь ситуация складывается. То есть все вот. Нефть. Нефть вообще застряла. Но по нефти довольно интересная есть формация. Формируется сейчас. Может, вернее, сформироваться. Но он так формируется, поэтому не буду говорить ничего такого. Вот смотрите, может возникнуть так называемый расширяющийся треугольник. Смотрите. Импульс, откат, опять уровень, еще более глубокий откат. И если будет пробитие вот этого вот уровня вверх, то вот как раз где-то к вершинке, чуть повыше вершинки, вот сюда цена может уйти. Это так называемый расширяющийся треугольник вот с уровнем, который довольно-таки сильно, в принципе, бывает, вот описывает как раз траекторию движения. И вот сейчас надо смотреть за тем, как здесь будет все происходить. То есть нефть немножко может, опять же, укрепиться к 57, 80, к 58 долларам за баррель. Такое тоже вот может быть. И опять же, это может произойти на фоне ослабления американского доллара, то есть какой-то коррекции. Если это будет, нефть может по отношению к доллару пойти вверх и вплоть до того, что отработать вот этот треугольник недельный, который я рисовал, вплоть до 64,5 долларов за баррель. Такое вот возможно, но я думаю, что если и будет это, то это будет очень кратковременно, и потом мы увидим достаточно сильное обратное движение. Нефть сейчас застряла в таком треугольнике. Нефть застряла в треугольнике и пока никак никуда из него выбраться не может. В общем и целом в 4-часовом формате золото находится в нисходящем канале, но на уровне 7,6,4 по Фибоначчи от предыдущего роста. Если взять рост во внимание, то вот сейчас фактически очень мощное было падение золота и сейчас как раз находится оно на уровнях Фибоначчи. Поэтому здесь достаточно большая поддержка и может наступить, конечно, может еще некоторое снижение наступить здесь, может, но в общем и целом конечно вероятность консолидации а потом наоборот укрепления она здесь достаточно высока. Хотя тут больше пока сказать нечего, потому что тоже консолидация. Такая же консолидация в серебре, смотрите, прям вообще все застряло, даже в часе посмотреть, что происходит. Вообще ничего не происходит, ничего не торгуется. Видимо, Дед Мороз использовал не очень много серебра для подарков в этом году, и поэтому цены на серебро пока не укрепляются. дед Мороз. застрял 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 тоже в диапазоне, в очень узком диапазоне, в районе 61 рубля за доллар. И тоже пока никуда не выходит. Но вот кратковременно может тоже укрепиться рубль, но я думаю, что это будет достаточно ненадолго. Евро-рубль вообще тут просто застрял. И смотрите, просто уровень 63.30 рублей за евро. Вот видите, все, ниже никак пройти не может. Уже сколько времени стоит, ну, по крайней мере, уже третий день стоит на этом уровне и не может пробиться. Но здесь, смотрите, нижняя граница четырехчасового канала, здесь же находятся нижние границы недельного канала, и вот в такой узловой так называемой точке здесь все мы видим застряло. Может быть кратковременное укрепление рубля до 61 рубля за евро. Может такое, то есть, как раз уровень Fibonacci 7.64. Либо до 60 с половиной рублей за евро. Может такое быть. Но вот пока еще никаких особых поводов для этого нет. Мы видим узловая точка, цена, по крайней мере, не может вначале отскочить, потом туда опуститься. Но в общем и целом я все равно жду ослабления российского рубля в ближайшей обозримой перспективе. Потому что особых поводов для оптимизма и по российской экономике, и в частности по российскому рублю, и по многим вот этим причинам их просто нет. Вот. Ну что здесь можно еще сказать из каких-то инструментов? Китайский юань рассмотреть. Ну китайский юань он застрял и тут ничего собственно с ним особенного интересного и не происходит. Опять же здесь совершенно отчетливо можно увидеть зону консолидации. Вот такую вот с четкими границами. Вот четырех часовую. И вот смотрите раз, два, три, четыре. Если пойдет вниз будет хорошая зона консолидации с возможностью продажи даже. Юань вот куда-то на 308 пунктов. Если же пробьется вверх ну да он продолжится ослабление юаня. Ну вот может быть посмотрим посмотрим может быть в свете коррекции например американского доллара может запросто произойти и движение вниз отсюда к нижней границе потом какой-то откат и потом пробитие и движение юаня. Вот таким образом вверх а вот пары доллар юань вниз посмотрим вот тут такая вот интересная конфигурация которая может вполне отработать сейчас покрупнее покажу я вот вот такая раз два три четыре если будет движение вниз то будет прекрасная зона консолидации построена по четырем точкам вот ну наверное больше сегодня особо сказать нечего потому что день предпраздничный но тем не менее какие-то ситуации есть определенные портоформы я вам показал какие здесь можно увидеть сейчас в текущем моменте скоро я обзор выложу на канале youtube можно будет его посмотреть повторно также на своей страничке вконтакте я сейчас ее покажу вот пожалуйста на такой страничке вконтакте на моей вы можете там записаться в друзья да и комментировать все смотреть обзоры то есть я там выкладываю всю информацию веду обсуждение текущей ситуации ну и собственно там можно будет списываться на страничке ну а так на канале youtube можно смотреть записи обзоров пожалуйста ну что ж с вами был Алексей Кузнецов желаю вам хороших выходных предпраздничных ну и там остаются следующей недели ну и дальше новый год ну мы с вами еще увидимся на следующей недельке поэтому пока я вам желаю хороших выходных хорошего настроения ну а в случае если вы продолжаете сегодня еще торговлю желаю хороших профитов опираясь на те ситуации которые мы с вами рассмотрели с вами был Алексей Кузнецов до свидания до свидания